Всех приветствую, друзья! Мой я Мэтт Вистер и сегодня мы с вами обсудим новые правила Steam, которые вышли сегодня ночью. Ребята, здесь могла быть реклама, но её нету. Единственное, что я вас попрошу прямо сейчас поставить лайк и также подписаться на канал. И как благодарность за поддержку могу вам дать М4А4 Безлюдный Космос. Результаты будут в конце следующего ролика, ребят. Так что ставьте прямо сейчас лайк и также подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте, ребят, что у меня есть телега, где я максимально быстро сообщаю о всех новостях CSGO. Также говорю о том, во что нужно вкладываться, а что нужно срочно сливать. Ну и ещё тут происходит мега розыгрыш на 10 победителей. Разыгрывается куча, тонна крутых скинов, поэтому советую зайти и поучаствовать. Условия супер простые. Всего лишь подписка на ТГ, на ещё на ТГ, на ютуб канал. Всё. Поэтому, ребята, залетайте. Мне очень приятно, когда вы меня поддерживаете подписками на мои соцсети. Особенно на Телеграм. Так что, если вам не сложно, буду очень благодарен за то, что не вставляю рекламу. Но перед началом давайте обсудим парижский мажор. Будь честным, конкретно мне хочется выделить маузов. Мауза отлетели 0.3. Зачем они вообще проходили на мажор, непонятно. Помимо того, что они заруинили пикем некоторым людям, так ещё плюс ко всему, пройдя на этот чёртов мажор, они заруинили инвестиции большому количеству людей. Я вообще не понимаю, каким образом они выиграли фейс и вышли 3-2. Полный бред. У меня невероятно горит, потому что лучше бы, блин, они не прошли на этот мажор. Тем самым бы не получили стикеры и с того мауза ужасно выросли бы в цене. В общем, очень-очень плохой поступок от маузов. Максимально горит жопа. Результаты остальных команд, как бы, ну, меня не особо волновали. Ну, флюкса порадовали, что отлетели 0.3. Тем самым зацевили пикем. Но мауза это просто жесть. Полный провал, а не команда. В связи с этим, очевидно, мауза стокгольмовские и парижские просели в цене. Парижские просели до 1700 рублей, а стокгольмовские до 3000. Хотя, казалось бы, буквально вчера они уже камбэкали до 4000 рублей. Но теперь снова просели. И скажу вам так, скорее всего, когда будут скидки, они просядут снова до 2 косарей. И тогда я советую их брать. Потому что рост в любом случае будет. С 2000, ну, до 5, думаю, вырасти они должны. Так что ждем скидок. Я вам сразу сообщу, если вдруг их нужно будет взять. Конечно, в своей телеге. И в ролике. Но в телеге раньше. Кстати, интересный факт. Из всех стикеров Антверпа и Стокгольма меньше всего упал Рокс Холла. Он рухнул менее чем на 30-40%, что очень мало. И сейчас уже возвращается в цене. Интересно, но оказалось, Рокс Холла был самый стабильный. Надо было в него вкладываться, а не Маузов. Также по сей день не понерфлен баг, связанный с названием Na'Vi. Как вы можете заметить, до сих пор Na'Vi бумага пишется как Natus Vinier Seria. А не Natus Vinsor. Как написано, например, правильно в Gold, в Холлы и в блестке версии. Странно, что этот баг не нерфит, учитывая, что он чуть ли не на главной страничке. Потому что это все-таки бумага и оборот у нее огромный. Представьте, какое количество людей видят вот это неправильное написание. В общем, не знаю, понерфит ли это вообще, но выглядит пока стрёмно. А теперь перейдем к айтамам, которые выросли в цене. За последние пару дней невероятный камбэк сделали все Ануби скины. Допустим, тот же P250 после первых испытаний с 5500 вырос на пике до почти 10. Но сейчас просел до 7. Но в любом случае, пик до 9000 скорее всего связан с тем, что кто-то закупил эти айтамы, чтобы сделать какой-то крафт. Такое часто происходит. Что на бафе, например, кто-то скупает большое количество каких-то скинов, а они резко растут. Но потом просаживаются, потому что люди начинают их заливать снова. Подобная ситуация произошла также с Фамасом. С 5500 он вырос до 8500, а сейчас просел. Интересная тенденция, будут ли расти дальше? Думаю, да. Потому что данные скины будут использовать для крафтов, как я говорил неоднократно в своих роликах. Также подрос P90 с Краб Раш. С 800 рублей он вырос до 1500, а потом резко рухнул до косаря. Тут менее интересный рост, нежели как у Фамаса или P250. Также на вас Обик Байт с 800 рублей выросла до 1400 и сейчас просела до косаря. В общем, ребята, вся коллекция Anubis достаточно хорошо выросла. Связано это, скорее всего, с тем, что люди наконец-то стали их использовать для крафтов. Из-за чего, конечно, ценник начал резко расти. Ну а теперь перейдем к самому страшному. Что за такое обновление вышло вчера ночью, которое изменило правила поведения и принципов Steam? Как вы можете заметить, новость абсолютно свежая. Опубликована в среду 10 мая. Сейчас мы с вами пробежимся. Потому что могло поменяться и к чему это может привести. Как только я узнал про эту новость, я сразу делал пост своей телеги. Где достаточно коротко написал, что же изменилось, а что же по сей день находится в правилах поведения Steam. Из нововведений, что я не заметил до этого, это попрошайничество. Теперь валы спокойно вам могут дать комьюнити бан за то, что вы, допустим, в комментариях к профилям попрошайничаете скины. Это очень жесткое нововведение, потому что попрошайничество в CSGO это достаточно распространенная вещь. Когда люди спамят вам просто в комментарии, дай скин, дай нож, дай, не знаю, ширп и так далее. За это теперь вам может прилететь бан. Также, если вы являетесь смурфом, но это уже было, или лудоманити. Это значит, ребят, что если вы, допустим, играете на сайтах со скинами, и у вас какой-то происходит там оборот, вы спокойно можете словить бан. Или если вы получаете скины с сайтов с кейсами, вы также можете получить бан. А также продажа и покупка контента, подарочных карт и других предметов. Что подразумевается под другими предметами? Неужели скины? То есть, если, допустим, я хочу продать свой скин и пишу кому-то в комментариях, привет, я хочу продать свой скин, или можешь ли ты продать свой скин, я могу получить бан. И да, ребята, такие случаи уже были. Некоторые трейдеры и люди, которые покупают скины, получали бан за то, что они пишут в комментариях, что они хотят купить скин какого-то пользователя. Это считается нарушением правилам поведения в Steam. Так что теперь, ребята, за то, что вы напишите в комментариях, хочу купить твой скин, или дай скин, вы можете получить спокойно бан. Также, ребята, за размещение рекламы, например, каких-то сайтов у вас в никнейме или на аватарке, вы также можете словить бан. Но что же подразумевается под покупкой и продажей других товаров? Неужели теперь, ребята, нельзя продавать скины на бафе, на маркете или любом другом сайте? Что же случилось? И что это может означать в будущем? Как по мне, валы постепенно начинают брать все в свои руки, потому что их абсолютно не устраивает, допустим, то, что баф или маркет продают их вещи, ведь они не получают никаких процентов с этого. Тем самым, постепенно, они хотят, скорее всего, сделать то же самое, что было с пабгом. И это звучит очень страшно. Кто вдруг не знает, что случилось с пабгом, в один момент создатели пабга решили, что они закрывают полностью трейд в игре. Тем самым, единственное, что вы можете делать с их предметами, это продавать на торговой площадке. И самые дорогие айтемы просто не могут уйти с ТП, потому что продавать их просто негде, из-за того, что трейда нету. Это очень жестокое нововведение, которое полностью сруинило все скины в пабге. Да, там есть по сей день вещи, которые стоят по 100-140 тысяч, но не дороже, потому что у валвосов есть ограничение в Steam, 2000 долларов. То есть просто представьте, что вы увидите, там, не знаю, Вой или Драгон Лор за 2000 долларов, просто потому что больше негде будет его продать. А такое, мне кажется, постепенно возможно. Мало, конечно, тоже не дураки, они понимают риски, но все вот эти вот нововведения, они как бы очень сильно напрягают. Поэтому, ребята, это все очень страшно, напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете и что может быть. А если у вас есть скины, будьте готовы к тому, что вы никогда не сможете достать их из Steam. И еще многие люди в моем чате сообщили, что теперь за незавышенный ценник также может прилететь удержание средств до 5 дней, что является полной жестью. То есть вы просто продали кейс на торговой площадке за ценник, который у него есть, и теперь вам нужно ждать 5 дней, например, чтобы получить эти деньги. Учитывая факт того, что и вы, и покупатель, могут, по-моему, отменить сделку. В общем, какой-то бред происходит в Steam, и еще ничего не понятно, ждем у официальных объяснений Valve. Но вообще, ребята, часть тех правил уже было. Но неизвестно, насколько сильно Valve сейчас их ужесточили для себя, и насколько сильно они за них возьмутся снова. Поэтому будем смотреть, ждать, и на живых примерах уже станет понятно, что сейчас будет происходить после этого обновления правил Steam. Ладно, ребят, наступают страшные времена, но тем не менее, не забывайте, что за подписку и лайки разыгрываю М4А4 Безлюдный Космос. Пожалуйста, поддержите канал, я стараюсь делать для вас контент каждый день и собирать самые актуальные новости. Также мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мою телегу. Здесь происходит мега-розыгрыш на 10 победителей. 3 человека получат АК по желанию на ночь, 3 человека получат также АОП хромированную аберрацию, 2 человека получат АК выстрел в голову, и 1 человек получат поток информации и АОП неануар. Так что мой совет, залетайте, ребята, участвуйте. Конкурс крупный, и очень хочется, чтобы большое количество людей в нем поучаствовало, чтобы я продолжил делать такие крутые розыгрыши. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем удачи и хорошего дня. Так, победителя давайте выберем. 37, считаем с конца. 13. Виталий Федор, поздравляю тебя. На тебе нет никакой информации, но почему не выкаривайте лего с вот этим вот аккаунтом и вот этим вот айдишником, чтобы я понял, что это ты. Желательно сразу с видосом. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok